Итоги уходящего четверга В поиске символа Нового Года лесная охрана усилит контроль В защитных лесах этот штраф уже будет составлять больше Во сколько обойдется незаконно срубленная елка? Обязательно ответит Это вообще самый классный праздник Маленькие горожане могут отправить письмо Деду Морозу по какому адресу? А также аварийный сезон, школы мира и вечерний переполох В Бавруйском районе горело котельные церкви Из-за чего? Сигнал СОС В республике проходит профилактическая акция Инспекторы проводят рейды по частным домам и квартирам Под пристальным вниманием наличие и исправность пожарного извещателя Только в этом году прибор спас 86 белорусов Ольга Васенда узнала, сколько стоит жизнь За окном минус, в доме плюс Отопительный сезон, горячая пора для инспекторов МЧС Сотрудники спасательной службы постоянно на страже В этот раз в фокусе переулок кооперативный Цель – проверка пожарных устройств Хозяева первого жилища в списке признаются У них есть только газовый извещатель А печка стоит на всякий случай Но ей они уже лет 10 не пользуются Нет необходимости Безопасность у нас очень строго Муж курит только там, на улице Стоит специальная баночка В доме вообще, считай, у нас это и не принято Все должно быть четко, под контролем Потому что это наша жизнь, это наша Кавань, как говорится, безопасность В профилактических мерах Огнеборцы рассказывают об эксплуатации И жизненной необходимости АПИ В поле зрения – одиноко проживающие граждане, инвалиды, многодетные семьи В особых случаях, у кого нет полезного устройства, дарят безвозмездно Этот простой прибор ценой в 12 рублей Только в этом году спас жизни 86 белорусов Извещатель подаёт мощный звуковой сигнал даже при малом количестве дыма Важно не только приобрести, но и правильно установить устройство Чаще всего оно крепится на потолок Рекомендуется это сделать во всех жилых помещениях Особенно в детской комнате Механизм работает автономно от батарейки кроны Которую достаточно менять раз в год Также периодически нужно проверять работоспособность извещателя При помощи тестовой кнопки Мы напоминаем гражданам о безопасности в быту О правилах пользования печкой, каминами, электропроводкой, электрооборудованиями Ну и конечно большой акцент ставим на автономные пожарные извещатели Которые ежегодно спасают жизни Сотрудники МЧС только за 6 дней обошли уже более тысячи домов Но не каждый воспринимает рекомендации всерьёз Кто-то и дальше будет пренебрегать правилами К таким инспекторы заглянут ещё не раз Приобретать извещатель или нет – выбор каждого Но помните, сигнал СОС может стать по-настоящему спасательным кругом Ольга Весенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Нежданно, негаданно В Бобруйском районе горела пристройка Свято-Никольского храма ЧП в деревне Воротын произошло накануне около пяти вечера Клубы дыма валили из топочного помещения В результате пожара повреждена кровля Здание церкви, расположенное внутри имущества, не пострадало Обошлось без жертв Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации печей И теплогенерирующих агрегатов и устройств В Могилёвском районе задержан грузовик Внутри правоохранителя обнаружили 20 тонн лома чёрного металла Водитель – 43-летний бобручанин Заготовитель кировского райпо Между тем сбор партии осуществлен без оформления соответствующих документов Всего изъято металло на общую сумму около 21 тысячи рублей Мужчине предстоит выплатить штраф до 1450 рублей Опасный сезон благотворительной акции «Скользкая пятница» В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности Ждать ли потепления Кромкие заголовки дня далее в специальном обзоре Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах в зимний период Основное требование – осмотрительность, низкая скорость и плавность движения С приходом зимы возрастает риск попасть в аварию Тормозной путь увеличивается в разы В благотворительной акции «Наши дети» примут участие около миллиона ребят Заявились более 90 предприятий Планируется, что они посетят порядка 150 учреждений и организаций здравоохранения и социальной защиты Республиканскими мероприятиями с представителями органов госуправления будет охвачено около 20 тысяч малышей В Беларуси уже через год появятся квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями Это предусматривает профильный закон Нововведение коснется не всех нанимателей Оно лишь для средних и крупных предприятий с численностью сотрудников от 100 человек Школы мира появятся в каждом районе Могилевской области В них ребята добрыми делами будут реализовывать личностный потенциал, заложенный в каждом из нас Программа – одна из инновационных форм внеклассной работы учреждений общего среднего образования по гражданскому, патриотическому и экологическому воспитанию На пятницу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности Погода будет облачной с осадками в виде мокрого снега Из-за варьирующейся температуры от минус 2 до плюс 5 ожидается гололед и гололедица Местами возможен туман, порывы ветра до 14 метров в секунду Ночью мороз может достичь 15 градусов ниже нуля Новогоднее настроение Елочные базары в Бобруйске начнут работать с 23 декабря Купить главный атрибут в преддверии праздника жители смогут по 31 число В ассортименте как деревья в катках, так и традиционные ели и сосны Высота основной критерий стоимости От метра до двух цена 11 рублей, до трех – 22,5 Торговля разместится на Минской, Интернациональной, Батова, Ковзана, Социалистической и на территории молодежного парка За незаконную руку деревьев в эксплуатационных лесах штраф будет составлять до 20 базовых величин на физическое лицо И от 20 до 200 базовых величин на юридическое лицо В защитных лесах этот штраф уже будет составлять больше на физическое лицо от 5 до 30 базовых величин На юридическое лицо от 50 до 300 базовых величин Плюс придется возместить ущерб за каждое срубленное дерево – порядка 34 рублей В предпраздничный период на усиленное дежурство переходит лесная храна. Жителям напоминают, даже на перевозку купленной елили сосны должны быть документы. Белая Русь проводит акцию «Письмо Деду Морозу». Дети членов организации могут выразить свои желания в творческой форме. Новогоднему волшебнику отправят каждую работу маленьких бабручан. О заветных мечтах Карина Гуревич. Новый год – время исполнения желаний. Артём Климович верит в это всем сердцем. Каждую зиму он ест сладкие мандарины, украшает ёлку и, самое главное, пишет письмо Дедушке Морозу. Для мальчика это двойной праздник. 29 декабря он отмечает свой день рождения. Я пишу каждый год «Письмо Деду Морозу», потому что я в него верю. Ну и он мне принесёт подарки. Мы очень хорошо отмечаем Новый год. Ну и это вообще самый классный праздник. В преддверии Нового года Белая Русь проводит необычную акцию. Дети членов организации от 10 до 14 могут написать письмо Деду Морозу и получить специальный приз, который пока держится в секрете. Единственное правило – послание должно быть до трёх страниц о четыре. В остальном – полный полёт фантазии и творчества. Последний день подачи – 11 декабря. Лучшие работы отправятся на областной этап. Каждый ребёнок вложил душу в письмо. И когда читаешь эти письма, то понимаешь, что не всё для детей является материальным. Многие пишут, желая здоровья бабушке. Многие пишут, желая здоровья Деду Морозу, для того, чтобы их братику или сестричке, он всё-таки пришёл, тогда, когда тот подрастёт и подарит подарок. Главное чудо акции – все работы маленьких бобруйчан отправятся в резиденцию Деда Мороза. Однако письмо может написать каждый ребёнок. Беловежская пуща открыта для желаний белорусов всех возрастов. Адрес на экране. Устроить чудо своему ребёнку очень просто. Помогите малышу грамотно выразить свои мысли и правильно подписать конверт. И не тяните с отправкой. У Дедушки Мороза много дел. Новогодний волшебник есть и в других странах мира. К примеру, Иерсалимский доставляет подарки по воде. С приближением Рождества он пытается принести больше сказочного в священный город. А в Лондоне Санта-Клаусы ежегодно учатся, как правильно смеяться. Некоторым приходится и вовсе работать онлайн. Поскольку из-за коронавируса теперь многие предпочитают общаться по видеосвязи. Но даже пандемии не под силу отменить чудеса. Карина Гуревич и Максим Галеонко. Бобруйск, 360. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова